В животном мире нет недостатка в противоборствах, и мы говорим не только о хищниках и жертвах. Нет, всё немного сложнее, особенно когда речь идёт о пище или статусе. Представляем вам 9 случаев сильнейшей конкуренции в дикой природе. Косатка против белой акулы Как же живут глубоководные хищники, пока на земле соперничают львы и гиены? Конечно, тоже враждуют. Трудно поверить, что кто-то бросит вызов такому хищнику, как большая белая акула. Белая акула – настоящий зверь, когда дело касается охоты на тюлени и пингвинов. Также известно, что она нападает не только на людей, но и на лодки. Киты по сравнению с акулой – просто мирные гиганты, за исключением безжалостных косаток, которых также называют китами-убийцами. И они более чем заслужили это прозвище. Эти высокоинтеллектуальные хищники весом в 5,5 тонн готовы из-за пищи вступить в бой с острозубым соперником, весом в почти тонну. Прежде чем делать ставки на исход боя, послушайте. Однажды на Фаролоновых островах люди стали свидетелями того, как гигантская косатка оглушила белую акулу, ударив ее по боку, а затем схватила сзади, перевернула вверх тормашками и утопила. Медведи против волков Если медведь столкнется со стаей волков, вероятнее всего они будут избегать друг друга, так как драка никому не пойдет на пользу. Но если дело касается пищи, битва практически неминуема. Медведи, конечно, крупнее волков. Они достигают 1,5-2,5 метра в длину и могут весить до 360 килограммов. Волки же не превышают 1,6 метра и весят не более 80 килограммов. У одного волка, столкнувшегося с медведем, просто нет шансов, но у стаи все может быть. В этом видео один медведь противостоит 11 волкам. Оно было снято в Йеллоустонском парке, где волки только недавно стали частью экосистемы. Они убили лося и оставили добычу, а по возвращению обнаружили гризли, который весело уплетал их ужин. Разумеется, последовало противостояние, но спустя несколько напряженных минут волки ушли, не желая рисковать жизнями ради лося. В конце концов, свалить его не такая уж и сложная задача для целой стаи. Уверены, они быстро нашли другую жертву. Питоны против аллигаторов Темный тигровый питон водится в Юго-Западной Азии, а также обитает по соседству с миссисипским или американским аллигатором в национальном парке Эверглейдс. Самцы американских аллигаторов могут достигать 3,4 метра в длину и весит до 450 килограммов, хотя таких размеров они бывают редко. Питон же, в свою очередь, вырастает от 5 до 7 метров в длину и весит до 90 килограммов. Он убивает жертву, сдавливая ее, пока та не задохнется. Змея отлично плавает и способна оставаться под водой до получаса. Когда питон сталкивается с аллигатором, единственное, что ему предстоит преодолеть, это бронированные костяные щитки. Некоторым это не удается. Следует сказать, что питоны и аллигаторы редко вступают в бой, но если вступают, то победитель может съесть поверженного врага. Разница лишь в том, что аллигатор будет жевать, а питон проглотит соперника целиком. Муравьи против термитов Эти двое – естественные враги. И это, вероятно, одно из самых несправедливых противоборств. Термиты строят грандиозные термитники, высота которых может достигать 5 метров. На строительство уходит примерно 5 лет. Представьте, что вы 5 лет строили себе дом, и затем кто-то врывается и рушит все в считанные секунды. Именно этим и занимаются муравьи. Частенько они вторгаются в термитники, чтобы жить в них. У термитов нет и шанса против армии муравьев. Они могут минимизировать ущерб, спрятавшись в своем доме и запечатав вход, чтобы защитить часть колонии. Но это не всегда помогает. В ходе эволюции термиты выработали ряд защитных механизмов, таких как строительство защитных туннелей и создание касты солдат. Но когда муравьи преодолевают препятствия, они приступают к уничтожению термитов. Львы против гиен Если мультфильм «Король лев» и научил нас чему-то, так это тому, что львы и гиены не ладят между собой. Если только лев – независливый и властолюбивый тиран, стремящийся свергнуть своего брата-короля. Эта вражда существует не только в мультфильме. С самых давних времен львы и гиены соперничают за охотничьи угодья. Они живут на одной территории, и у них общая кормовая база. И хотя в документальных фильмах львы почти всегда изображаются королями, а гиены – жалкими ворешками, и правда в том, что оба вида лоруют друг у друга еду и даже нападают на детенышей своих заклятых врагов. Львы гораздо сильнее гиен, поэтому можно подумать, что это нечестная конкуренция. Но есть нюансы. Гиены живут в стаях, за счет этого они могут иметь преимущество. Просто посмотрите, как стая гиен нападает на одинокого льва. История их вражды длится так давно, что эти животные часто агрессивны по отношению друг к другу даже без веской причины. Смотрители и туристы не раз становились свидетелями того, как самцы львов наслаждались преследованием или убийством гиен. Львы, по сути, превратили это в вид искусства. Они научились распознавать звуки, которые гиены издают на охоте, и преследуют их, мешая поймать добычу. Это ожесточенное соперничество началось еще 37 тысяч лет назад. Львиные кости со следами укусов пятнистой гиены, датируемой той эпохой, были найдены в логовах гиен в Германии и в близлежащих окрестностях. Ученые полагают, что эти львы были убиты в схватках за добычу. А недавно останки льва были найдены в Африке, в логовах уже современный гиен. Слоны против носорогов Не только хищники соперничают между собой в дикой природе. Казалось бы, у этих растительноядных гигантов нет никаких причин, враждовать еды хватит на всех. Но у слонов бывают периоды агрессии, которые портят мирное сосуществование. Слоны довольно часто убивают носорогов, особенно самцы, недавно ставшие взрослыми и конкурирующие за пищу. Ученые из Австралии в 2013 году провели исследование, в котором изучали пищевые привычки слонов и носорогов. Оказалось, что они питаются в одних и тех же регионах в одно и то же время года. Носороги употребляли разную растительность в зависимости от того, присутствовали ли в этом месте слоны. Без слонов носороги питались более разнообразно, ели суккуленты и кустарники. Но когда появлялись слоны, носороги ограничивались одной травой. Это доказывает, что присутствие слонов влияет на их пищевые предпочтения. Если кто-то из носорогов наберется храбрости и рискнет попробовать более экзотическую зелень в присутствии слона, он может получить по голове. Нет, ну же ты говорит, что это очень неприятно. Слоны достигают 2,5-4 метра в высоту и весят до 6,4 тонн. Они могут съедать 140 килограммов пищи в день. По сравнению с ними самый крупный, белый, носорог весит более 2,3 тонн, вырастает до 4 метров в длину и до 1,8 метра в высоту. Толщина их шкуры составляет 5 сантиметров, а длина рога 150 сантиметров. Белые носороги могут одолеть бегемотов, гиен и даже львов, но слонов нет. Просто без шансов. В целом, слон мирное существо, но если носорог покусится на его пищу, он может сбить того с ног и раздавить. Такая тактика применяется не только против носорогов, но и против других животных. Слоны способны убить крокодила и растоптать льва. Эти ребята знают, что вес – их преимущество. Черепахи против коз Гораздо сложнее обнаружить примеры конкуренции в природе у животных, которые напрямую не взаимодействуют друг с другом. Черепахи едят только кустарники, до которых они могут дотянуться, вытягивая шею. Козы также едят кусты, но выбор у них пошире, чем у черепах. В результате вторым достается меньше растительности, которая нужна для выживания и процветания. Этот пример межвидовой конкуренции в природе доказывает тот факт, что одни животные могут уменьшать численность других даже без непосредственного физического взаимодействия. Мангусты против змей Не каждый день змеи приходится сталкиваться с достойным соперником. Как правило, даже самые крупные хищники избегают змей. Но мангуст – крепкий орешек. Это крошечное плотоядное млекопитающее, обычно от 24 до 58 сантиметров длиной, регулярно нападает на крупных ядовитых змей и практически всегда выходит победителем. В основном мангусты обитают в Африке и питаются чем угодно – от птиц и мелких грызунов до рептилий и лягушек. Время от времени они едят фрукты, орехи, семена, а иногда разбивают птичьи яйца, бросая их в дерево или какой-нибудь твердый предмет. Учитывая, что эти животные отчасти делят кормовую базу со змеями, неудивительно, что порой им приходится вступать в конфронтацию. У мангустов есть врожденные рецепторы, которые делают их устойчивыми и даже невосприимчивыми к змеиному яду. Это дает мангустам преимущество над врагом. Кроме того, они атакуют со скоростью молнии. Змея вынуждена наносить удары раз за разом, пока не устанет, а после мангуст набрасывается и откусывает ей голову. Плюс ко всему, пушистая шерстка не дает змеям с короткими клыками укусить зверька. Это бесстрашные охотники. Они не прячутся и не нападают из-под тишка, как это делают львы. Муравьи против муравьев Одним примером конкуренции организма в природе является аргентинский муравей. Его родина Южная Америка, и это один из худших видов инвазивных муравьев во всем мире. Когда колония находит продовольственный ресурс, они физически и химически защищают его, не позволяя коренным муравьям получать доступ к пищевому ресурсу. Они часто нападают и вытесняют другие колонии и собратьев в этом районе. Это приводит к снижению численности популяции муравьев. Поскольку они физически взаимодействуют с другими колониями муравьев, это классический пример межвидовой конкуренции в природе. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Пока, на этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видео.